Всем привет, меня зовут Оля, и вы на канале про крестики. Такое солнце у нас уже пришлось даже закрыть окно за навеской, но она лениная и не сильно это способствует такому яркому свету. Надеюсь, что кадр не засветится. Тут еще лампу свою дополнительно поставила, ну так, чтобы с другой стороны не быть совсем темной. Но на самом деле речь не об этом. Я очень долго собиралась с мыслями, чтобы снять это видео. Сначала я заболела омикроном. Вероятнее всего, это неофициально поставленный диагноз, я ничего об этом не буду утверждать однозначно. Но, судя по всему, это был омикрон. Я ездила на КТ, но спустя уже неделю, когда я начала задыхаться, страшно было. На КТ мне сказали, что у меня все хорошо, никаких проблем, и слава богу, потому что я очень мнительная. Возможно, это была психосоматика. На КТ я ездила буквально 22 февраля, а потом случилось 24 февраля. И после этого я не могла приступить к съемке никаким образом. Ну, то есть как-то вышивку я еще в ходу беды снимала, но, во-первых, до этого я не снимала, потому что я очень плохо себя чувствовала. Ну, вот конкретное лицо. И выглядела я просто ужасно. У меня был весь нос стерт. Ну, и вообще до сих пор еще отхожу. А после этого я не снимала, так как мы все очень переживаем, все очень волнуемся. Я не знала, как реагировать. Вообще уместно ли это будет съемка. И, ну, уже прошла, получается, больше недели. Сегодня у меня 3 марта. То есть прошло уже сильно больше недели. И что я могу сказать. Я сидела много в вышивальном инстаграме и до этого. Ну, я смотрела, подписано на очень многих людей именно про вышивку. И все, наверное, знают, что оттуда полилось. Из этого инстаграма. Ну, в общем, я и так человек достаточно политизированный. Ну, и вообще мне очень сложно снимать сейчас, потому что приходится очень сильно подбирать слова. Я политизированный человек. Я когда вышла замуж, у меня муж очень интересуется политика, истории. И я привыкла за это время. Достаточно быстро втянулась. Мне было интересно знать, что происходит в мире, быть в курсе. Ну, и как мы к этому пришли. И что говорило о том, что что-то подобное может случиться. И почему это случится. Мне понятно. Я знаю, откуда растут ноги. Ну, как бы я знаю, как это получилось. Ну, те, кто следил, те как бы в курсе. Тут ничего из ряда вон. Ну, вот. Сначала я думала, что снимать сейчас, наверное, не очень уместно. Я знаю, что меня смотрят люди из Украины, из Беларуси, из Казахстана, из разных стран, не только из России. Как я сегодня писала, у нас очень много родственников в Украине, у многих. Ну, почти у каждого. Ну, в большинстве есть там родня. Поэтому, в принципе, мы в курсе, что происходит. И, ну, я уже, вы все в курсе, наверное, и про наш вышивальный чат. И про то, что, да, девочки, которые пишут про добавление. Вы меня простите, но я не могу сейчас ничего сказать. Я этим чатом не заведую. У нас есть администратор. И есть некоторые сложности по добавлению большого количества людей. Это чат не просто там чат, где все сидят, общаются. Это чат, который все время встречается. Эти встречи сложно организовать. Все это, естественно, на добровольных началах. Поэтому не так часто у нас возникают моменты, что появляются новички. Но если такое будет, я вам обязательно маякну. Ну, вот. Ну, и, соответственно, у нас там есть девочка, которая приехала из ДНР какое-то количество лет назад. По-моему, как раз после 14-го. Врать не буду. Ну, и много девочек, которые общаются со своими родственниками из Украины. В общем, информации за эту неделю лилось очень много. Я по-другому, наверное, не могу сказать. Вот. Равнодушных сейчас не осталось никого. Все мы, ну, это как лакмусовая бумажка. Все показали свои внутренние... Все, чем они наполнены. Все свои страхи, переживания. У кого-то грязь. У кого-то... Да что ж, озлобленность какая-то. У кого-то боль. Ну, в общем, да, равнодушных не осталось. Много людей, которые не владеют и малым количеством информации, просто на этой волне зацепило всех вот так. И на этой волне нас, вас, их, всех, в общем, цепляют. Мы реагируем. Вчера у меня даже была мысль снять видео с тем, чтобы опозначить мою позицию на этот счет. Но эта мысль у меня возникала не первый раз. Я, благо, с ней подошла к мужу. Он мне... Он меня отговорил. Ну, он сказал пару аргументов, очень обоснованных, о которых я и так знала. Я вроде их придерживалась, а тут просто накрыла. И очень политизирована, и с сильной позицией, уверенной позицией. Но я считаю, что моя позиция здесь неуместна и не нужна никому. Она никаким образом не изменит ситуацию, никаким образом на нее не повлияет. Как муж сказал, она просто накинет на вентилятор. Появятся желания и возможности, повод, который я активно дам, все это дело обсудить и развести очередную дискуссию, очередной поток нелицеприятных вещей в тех же комментариях, либо в обсуждениях каких-то колуарных. Да, я понимаю, что у меня небольшой канал еще, и не так много людей меня смотрят постоянно и активно. И что-то сильно в картине мира это не изменит. Но даже то небольшое количество людей, которые у нас есть, но в масштабах Ютуба для меня вас много, правда много, даже вы имеете право вот здесь сюда не окунаться. Я надеюсь, что мне хватит одного раза, чтобы снять видео и больше в это не лезть, потому что я очень не хочу. К чему я хочу призвать? Если у кого-то есть желание это обсудить, пожалуйста, давайте это перенесем на те площадки, где происходят эти обсуждения, где происходит политика. Мне очень понравился, тут появился в интернете мем, что когда же у нас так много появилось военных аналитиков? Нормальные же вирусологи все были. Вот да, я про это. Все мы диванные аналитики, диванные вирусологи. Я в первую очередь, я в авангарде. Те, кто знают, те, кто нет, уточню. Я мама в декрете с тремя детьми. Я уже семь лет, семь с половиной уже почти. Семь с половиной лет я не работаю. Ну, я выходила там на работу на небольшой промежуток, но, по сути, я занимаюсь с детьми домашним хозяйством. Вот официально я только два месяца назад должна была выйти из декрета, и я только уволилась, потому что сейчас это нереально. Так вот, если говорить про диванных экспертов, мамочек и домохозяек, то это вот я. Это при меня. А почему? Да потому что мы всем интересуемся, и у нас есть возможность, руки занимаются домом, когда дети там где-то в садах, в школах, а голова всем что-то туда положишь. Ну, и телевизор днем, как правило, вот про это вот все. И да, есть время окунуться в обсуждение чужие мысли, поэтому да, мы эксперты. Но на диване я занимаюсь всегда вышивкой. Поэтому то, что я хочу сказать, на этом канале мы будем обсуждать только вышивку. Говорить только о вышивке, ну, и чуть-чуть о каких-то около таких вещах. Мельком да, я там вам покажу свои цветочки, что-то такое, но тоже не считаю сильно распространяться на этот счет, очень уместно. Все комментарии, с которыми я согласна или не согласна, если они будут, я буду удалять. Особо рьяных я буду банить. Всех отписавшихся я пойму. Я хочу вам предложить оставить это место тем, для чего оно изначально и создавалось, и для чего это нужно было делать этот канал. Местом про вышивку, про что-то уютное, про что-то домашнее, без обсуждений, что не всем сейчас это доступно. Всегда это, всю жизнь, всегда и каждый день это доступно не всем. Но есть возможность хотя бы морально, хотя бы душевно во все это погрузиться, отвлечься, потому что пресыщение приходит всем. Мне кажется, уже даже я настолько всем пресыщена, настолько уже натянута, как струна, всем нам плохо. Ну, правда, равнодушных не осталось. Всем больно, все переживают, все огорчены, многие злятся. Да все, наверное, злятся практически, многие обижены, все, наверное, даже обижены. За всех не скажу, но выскажу свое мнение, вот так, утверждать не буду. Я, наверное, хочу вот это начало, свое превью, такое длинное получилось, закончить тем, что все хотят мира, и всем, всем я вам желаю мира, добра, здоровья, жизни, счастья, спокойствия внутреннего, возможности не переживать за своих близких, за себя, потому что повода нету, потому что бы этого повода не было, чтобы все решилось в кратчайшие сроки, наиболее благоприятным для всех образом. Я люблю людей, все мы, так или иначе, мое окружение, во всяком случае, точно любит людей. Мы переживаем за вас. Нас обижают ваши слова и поступки. Сейчас я, наверное, этот момент я прерву, потому что мне все сильнее хочется уйти в то, что навалилось за последнее время. Знаете, как говорят, то, чем наполнен, то и льется. Последнее время ничем хорошим наши мысли, наши уши, наши глаза не наполнялись. Нет, были хорошие моменты, но, опять же, мы не обсуждаем. Я просто хочу всем пожелать жизни, мира и счастья. И я буду на своем канале продолжать снимать и выпускать. Ну, я надеюсь, я вернулась в строй. Сейчас, наверное, это более актуально, более нужно. Снимать, показывать видео и делиться с вами именно вышивкой. И очень надеюсь, что мне, что я справлюсь с этим, я выдержу. Я не буду больше снимать видео на этот счет, говорить на этот счет здесь, на этом канале. И поднимать эти темы. Давайте здесь уютно, насколько каждый может, кто где, говорить про вышивку, про что-то теплое. В общем, желаю всем мира. И сегодня видео, которое мне бы хотелось показать, начать с него. Оно не самое старое, которое у меня отснято и лежит не смонтировано. Но оно достаточно, не знаю, нейтральное, что ли. Мне хочется вот именно его сегодня показать. Я хочу вам показать работы девочек-вышивальщиц. Это была январская встреча, в конце января. Я на ней присутствовала. Я ее сняла, но нас было очень мало. Очень многие тогда болели. Как-то быстро все излечились от ковида. Тоже такая грустная ирония. Мы болели, и поэтому видео о вышитых работах будет очень коротким. Оно даже немного, по-моему, веселое. Я не собиралась убирать звук. Мы с девочками что-то обсуждали. Там какие-то работы. Фрузелок, кстати, там тоже был. Мы его тоже обсуждали. Высхищались. И я буду продолжать восхищаться вышивкой, которая у меня есть. Там много вышивала фрузелка. У меня много запасов. И видеть мы это будем еще не раз. На этой встрече, которая прошла у нас неделю назад, в конце января, когда уже случились все эти события, мы их обсудили в чате накануне. Очень рьяно. У нас даже отдельный чат был создан для того, чтобы все в вышивку вот правильно как было сделано, чтобы все это не тащить в вышивальне. Те, кто хочет отдельно обсудить, это все обсуждается отдельно. И на самой встрече мы минимально практически старались не трогать эти темы. А если они трогались, то они как-то вот не громко, а отдельно грубками. Потому что, я надеюсь, жизнь продолжается. И дальше вы будете видеть работы наших девочек. разных фирм, разных фирм, которые они вышиваются из любой страны, которые производят из Америки, из Украины, из России, и из, не знаю, Чехии, по-моему, у нас пускают, может быть, Беларуси. В общем, все производители, которые у нас девочки вышивают, они все есть, и они все будут так же вышиваться без втягивания в политику. Да, видео получится, ну, правда, видео со встречи получится короче, чем то превью, которое я рассказываю, наговариваю. Вот. Так вот, с этой январской встречи все еще было легко и весело. Кто-то захочет это посмотреть, кто-то не видел. Те, кто не присутствовали, это почти все. Ну, или вспомнить то небольшое количество людей, которые на встрече было. Вот. Давайте посмотрим, пожалуй, про вышивку, и впоследствии говорить мы будем только про вышивку. Еще раз всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До Men ой, помочь. Давай, можешь мне подавать красиво. Очень это, очень это, мне поможешь. Ага, супер! вот это уже твои пошли я когда ехала тогда от вас я почему-то как-то вышла не на той станции метро ну благо раньше выхожу такая поднимаюсь наверх понимаю что что-то они там вышли я буду тянуть вот ну благо что вышла раньше и автобус подошел а вышла на новочеркасское ты знаешь какая там фигня я пробежала большую часть этой фигни потому что я вижу что автобус уже через мост едет и я короче опоздаю на него бежала так выглядело это все главное добежала да я успела на этот автобус и ну как бы это телефон у меня сел как раз когда я в автобусе ехала уже там какое-то время ну ладно нормально и муж уже позвонил пока я ехала в дороге типа случайно ой это вообще я тут не успела я обработать видео нет я сидела сегодня вот я ночью реально не спала сидела занималась видео у нас брат приехал мужа вчера вечером и я это он уехал он уехал только в полпятого вот это уже твои пошли да да какие классные где они у тебя висят на лестнице на даче на балясинах да вот а то я просто мне нравятся пентипы но я не понимаю что с ними делать какие-то вещи думаю может флажки оформить но у нас дома практически нету этих ручек нигде кроме дверных лестницы тем более я как бы не могу понять что мне с этим делать а мне очень нравится они у меня раньше же были вот то что ты видела в подушках но по факту они как-то уже в подушках ну устарели поэтому думаю ну вроде как животные мне нравятся вроде как и картинки но смысла нет мне вот эти две очень нравится тебе тоже канва вообще не понравилась какая канва вот это вообще отвратительная я надеюсь вы звук доставите что звук оставить нет какая прересть вот это ты прям классно сделала вообще оформление вот это надо оставить до осень так неплохо эти смешать да здесь можно наверное по одной это понятно кто чьё это не нас непонятное дело за риску к снегирей уже готовы они прилепились магниты классные вот эти мне очень нравится но стоят они как чугунный мост я надеюсь ты имеешь ввиду обратную сторону вышивки они вот вот смотри задничек мы вчера играли в активите ну как вчера этой ночи вот она многострадальная верена вот вот это которая вертикально вышивалась в общем играли в активите там надо было объяснять слово я не помню какое что-то там было со словом назад или что-то такое в общем мне активно показывали назад я тебе сразу отгадала я много всяких этих перепробовала причем был еще такой момент ой хорошенький надо было слово которое мы не отгадывали но ему одно из слов которое можно было показать конский навоз о господи что боже да и как это показывать ну мне брат говорит вот вот так и я представляю что это конский ну изображаешь коня а потом изображаешь да 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 чьи это снежинки от кого вот таня рассказывала как раз вот большая разница когда вышел цветной пластик и на прозрачном пришлось все перекрывать фоном дополнительно разница тут все органично смотрится я поняла зачем нужен синий пластик мне эти снежинки очень кстати нравятся думаешь разнообразить еще птички 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 много снегирей много не бывает это та, она любит снегирей мне кажется я недавно торкнула на снегирей ну это уж я не знаю но снегирей она любит мне вот этот торкнул так торкнул так вот прям вау оно как это как 3d реально да да причем это и там и там бисер да то есть настолько вот мне нравится на самом деле как вот на вот эти штуки я у тебя посмотрела и все хочу особенно мне как это понравилось пуэсентия они так выгодно получается покупаешь один набор и если хочешь то ушиваешь два хочу попробовать вот эти 3d вот у меня лежит кстати моей коробочке месяц вот здесь на дне и пинки по моей надо их достать и все кажется что выйдут еще какие-то новые дизайны верхушек и тогда все пожалеют что взяли первую попавшую прям корица же пришита это гвоздика когда гвоздика надо понюхать не забыть я кстати у тебя увидела как это можно использовать у лены дома а то я не могу понять ну как-то они мне нравятся на что вот с этим делать а потом я увидела что с этим делали души для красоты у лены в комнате рукодельная елка это наш первые тялка робинские я постараюсь все таки переломать себя с со сложностями монтажа с тем что мне проще взять иголку в руки чем мышку для этих вопросов и продолжить выпускать видео вне графика чаще чем чаще чем изначально у меня планировалось на канале пока чтобы нагнать все что я опоздала потому что каждую вышивальную неделю катарсиса я снимаю но не выкладываю и это грустно жалко потому что проект очень интересный мне не хочется его забрасывать вернее в жизни то своей я его не забросила и в съемки не забросила а вот делиться я с вами перестала я думаю что многим это по-прежнему интересно вот поэтому постараюсь следующее видео выпустить именно про вышивальный катарсис но я с вами прощаюсь всем добра до встречи в следующем видео а и а а а Субтитры сделал DimaTorzok